Продолжение следует... Ее муж, судья Юрий Василенко, в 2002-м возбудил несколько уголовных дел против Леонида Кучмы. Популярный блогер, общественный деятель, уверенно движется в большую политику. Сегодня ее команда «Спильна Дия» баллотируется в Киевсовет. Она выступает за открытие всех реестров собственности, не жалеет патронов на конкурентов, любит обсценную лексику. Переводчица перевела фундаментальную работу американского политолога, лауреата Нобелевской премии и Леонор Остром, управляя обществе. Юности занимается дзюдо. Татьяна Монтян в гостях у Натальи Влащенко. Здравствуй, Таня. Привет. Ну, я надеюсь, ты знаешь отношение к себе, и знаешь, что есть люди, которые являются твоими очень яркими сторонниками, яркими противниками. И я знаю тебя как человек, уже не первый год, который вообще никогда не сдается. И когда я прочитала в фейсбуке, что ты решила сняться с «Морских выборов», я очень удивилась. Думаю, ну, как будто они похожи. Этот человек будет отбиваться до конца. Тут раз, сама я снялась. Да ладно. Да все очень просто, потому что, собственно, шансов никаких нету, потому что и так понятно, что город поляризован, и выбор будет между Кличко или между Бондаренко. А все остальные сыграют на подтанцовке. И мне нет никакого резона это делать, потому что я и так возглавляю избирательный список в Киевраду, в своей партии «Спиль-Надия», и вдобавок буду баллотироваться на 11-м мажоритарном округе. Это можно делать одновременно. А вот одновременно баллотироваться на мэра и баллотироваться в мажоритарном округе нельзя. И это правильная задумка законодателя, потому что вдруг человек выиграет и там, и там, значит, придется снова проводить перевыборы на округе. Поэтому законодатель запретил баллотироваться и в мэры, и по мажоритарному округу. Я так понимаю, что задачи оставляете за собой те же. Полный аудит коммунального имущества. Безусловно. То есть моя мэрская программа является одновременно и программой нашей команды на Киевраду. Разницы, собственно говоря, никакой. И я хочу сказать, что у мэра даже меньше полномочий, чем у соперосичного среднестатистического депутата той же самой Киеврады. Тань, но ты говоришь, что шансы есть либо у Кличко, либо у Бондаренко. Как я понимаю, теоретически ты не представляешь своей деятельности ни с тем, ни с другим. Нет, конечно. А как ты планируешь выполнять те задачи, которые ты заявляла, с людьми, с которыми ты не представляешь, как соратник? Ну, смотри. Товарищи, обе команды и бьют, и удар идут деребанить. Чем они, собственно говоря, успешно занимались все предыдущие каденции. То есть они никогда не были замечены ни в чем другом. Если они так хотят благо родному городу, что им мешало открыть доступную им информацию об имуществе территориальной общины, что мешало им сделать аудит коммунальных предприятий. Разумеется, ничего, кроме того, что там они сами, собственно, и деребанят. Но я всегда умею играть на противоречиях. То есть откуда у меня появляется информация? Кто-то из них кого-то кинул в каких-то... Они все любят друг друга закладывать. Да, они все друг друга любят закладывать. Прибежали одни, Таня, мы хотим тебе стукануть наших врагов. Я связываюсь с врагами. Ребята, а они обозвали вас земляным червяком и рябой-лягушкой. Ах, они такие сволочи, а мы тоже обзовем их ответ. Вот так вот примерно мы и работаем. Но самое главное, что мы-то будем делать свое. Мы будем по максимуму делать то, до чего получим доступ. И я думаю, что за полтора года наша команда, пройдя в Киевраду, покажет концептуально иное отношение и к депутатской работе, и к собственности территориальной общины, и ко всем другим вопросам. Мы будем депутатами нового типа. Вот что касается возможности работы, дать гипотетическое будущее Киевраде. Знаешь, я надеюсь, ты не обидишься, но ты мне всегда почему-то ассоциировалась с одной известной песней Высоцкого. «Безумолку, безумная девица кричала, вижу трое упавших в прах». Ну и остановиться так же, как и очевидцы. Ну у меня еще попробую сожги, я сама кого угодно на ноль помножу. Смотри, но ведь, понимаешь, политика в современном обществе, а особенно в украинском современном обществе, до сих пор, по крайней мере, была, это искусство компромиссов, искусство договариваться. Ты тут человек, который всегда, который не хочет уступать, который всегда кричит, что только так, а не иначе, если он убежден в этом. И который, ну, мне кажется, что у тебя договорные, договорной порог все-таки понижен, нет? Нет, правда, это категорически неправда. То есть ты готова идти на компромиссы? На самом деле я договариваюсь с кем угодно, кроме особо невменяемых. Я не всегда афиширую эти договоренности, но вот все знают, что я человек как раз-таки самый, что не на есть договороспособный. Я всегда держу свое слово, со мной всегда можно иметь дело. И если какой-то там компромисс не противоречит моим убеждениям или вред от такой договоренности меньше, чем польза, ну, как пиво по утрам, не только вредно, но и полезно, я всегда иду на договоренность. Кроме того, я не имею личного интереса, и поэтому со мной всегда можно договориться о любых общественно полезных начинаниях. Смотри, твоя поддержка ЦУШКО, ну, она понятна, потому что вы много лет там соратники, вы много лет сотрудничаете, там где-то можно сотрудничать, и много полезного сделали, насколько я знаю, о чем как бы не знает широкой общественности. Скоро узнает, ничего страшного, уже он выходит в эфиры после четырехлетнего молчания и все рассказывает. Если не удастся в Киевраде, я так понимаю, что и для тебя это понятно, что ЦУШКО президентом не станет. Ну, как бы тут тоже поляризация, то есть или Петя, или Юля, и даже те, кто пламенно ненавидят Петю, Юлю ненавидят еще больше и готовы подписаться за Петю. В смысле, а потом мы с ним разберемся. И проблема в том, что не успеет он снять руку с пересопницкого Евангелия, как ему в спину воткнут сто пятьсот ножей. И он к этому, я надеюсь, готов. Может ли это быть, так сказать, мысль о подготовке к выборам Верховную Раду, если не получится, и то и это? Ну, понятно, что абсолютное большинство людей, которые баллотируются сейчас, делают это с прицелом на то, что президент, будучи избранным, немедленно разгонит Верховную Раду и будут перевыборы. Но это и так понятно, потому что Рада откровенно недееспособна. Ты автор мема «Кровавая секта Бьют». Да. Я хочу тебя спросить, на полном листерезе ты считаешь, что все остальные партии не являются кровавыми сектами? Потому что ведь и там, и там вообще во всех партиях, о которых мы сейчас можем говорить в Украине, абсолютно полный набор, так сказать, джентльменских. Своих олигархов, своих романтических героев, своих кровавых злодеев, своих барыг, своих там и так далее, и так далее. Ну, количество кровавых злодеев именно в секте Бьют просто зашкаливает. Больше, чем партии регионов? Конечно! Убогая группировка «Люкс»… Аргумент. Рассказываю. Убогая группировка «Люкс» прекратила существовать с того момента, когда разнесло на куски взрывом Алика Грека. Он был последним бойцом группировки «Люкс». Те, кто отжал у него группировку, на самом деле жалкие… Чего-то кто? Это Ринат Леонидович? Это Ринат Леонидович, еще более-менее там можно его считать кровавым злодеем. Этот Янек, который оказался трусливым убожеством, хотя столько времени там группировка «Люкс» пугала страну, а по факту оказалась просто набором ничтожеств, ни на что абсолютно не способных. То есть имидж группировки «Люкс» создавали такие люди, как Немсадзе, Грек и все такие прочие. Но хитростью и подлостью и взрывом на стадионе у них эта группировка была отжата, имидж тянулся, но люди, отжавшие группировку «Люкс», оказались вовсе не такими кровавыми злодеями, как они все думали. Оказались просто набором ничтожеств. Да, они оказались просто подлыми слабаками, трусами и просто убожествами, как на это и увидела вся страна после того, как удрал их главный гений Янек. А я по ходу дела задам вопрос, раз мы сейчас об этом заговорили, хотя хотела позже задать его. Вот то, что Ахмедов себя повел таким образом сейчас на Юго-Востоке, там, где вот это все происходит, все говорят, что это потому, что он от интереса бизнеса, от этого всего. Он торгуется. А это не потому, что он просто, как ты говоришь, является просто слабаком? Я думаю, что он торгуется. И он уязвим. А что он уторговывает себе там? Ну, я не знаю, что он там уторговывает. По мере того, как все разваливается, мне кажется, у него шансы получить это все меньше и меньше. А не только Ахмедова. Конечно. Это проблема всех наших олигархов. А почему они оказались такими нечистоствами? Рассказываю. Все очень просто. Они понимают в институциях примерно столько же, сколько и простые пересечные. То есть, когда я валала криком, люди, какие бы ни были ваши светлые намерения на Майдане, вы просто убиваете в ноль, рушите в пыль те остатки институций государственных, которые были унаследованы незалежной Украиной от Советского Союза. Но люди меня не понимали. Они думали, что институции – это логистика по нарезке бутербродов и подвозке шин. Но простите, с такой ерундой дикари с племени Мумба-Юмба справятся гораздо успешнее, чем наши товарищи на Майдане. Так вот, как правильно говорил один выдающийся венгерский деятель, сам по себе ты ничто. Вся твоя ценность лишь в том, что ты сделал для своего народа. А наши замечательные олигархи все, что делали, это грабили этот народ и думали, что будут это делать вечно. А тут развалились институции. И за ними ничего не стоит. Никакая мощная страна, которая могла бы за них вписаться и заступиться. И что мы видим, убогого Фирташа, сколько бы у него не было денег, его как последнего бомжару в Австрии закрыли. Забрали у него 125 миллионов евро залога. Еще и глянули ему между, извините, задницей, посмотрели, не украл ли он эти деньги. Еще и посадят лет на 50 и ничего его не спасет. Что мы видим дальше? Коломойский вынужден сражаться за Украину, потому что, когда он объявил Футина шизофреником, скорее всего, у него уже не было путей для отступления назад. У него отжали уже или попытались отжать все, что только могли. То есть он прошел точку невозврата. Теперь поэтому он вынужден хоть как-то рубиться за Украину, на самом деле рубясь за свои активы. Ахметов, ты такой богатый, а чего ты стоишь без страны Украина, которую вы развалили сперва на Майдане, а потом довалили на Востоке? Я не делаю никакой разницы между теми зомби, которые прыгали на Майдане из лучших побуждений, и теми зомби, которые прыгают на Востоке из таких же лучших побуждений. Они все доваливают институции в стране. А создать институции с нуля украинцы не способны, потому что нет механизмов. Потому что украинцы это атомарные сущности, которые никогда не умели договариваться между собой как равные. Не по принципу «я начальник, ты дурак» и наоборот. А «мы с тобой соседи, мы с тобой равные, давай договоримся и придем к консенсусу. У нас главное правило – победитель получает все». И что? А теперь никто никого не может победить. Ни Восток-Запад, ни Запад-Восток остается договариваться, а мы не умеем. Я тебе хочу задать вопрос. Но если ты говоришь, что украинцы это атомарные сущности, которые никогда между собой не договорятся, Их никто не учил это делать. Зачем же ты тогда идешь в политику? А я учу тебе это делать! Вот так скажи людям о том, что все-таки ты их любишь и ты идешь ради них. Конечно, люблю. А как же? Есть же одна проблема. Когда ты пишешь, что они все идиоты, атомарные сущности и так далее, они же думают, что ты их не уважаешь, ненавидишь и прочее, прочее. Значит, муж мне рассказал одну очень интересную историю. Есть же такая тема. Ты знаешь, сколько людей десятки пишут в Фейсбуке? Я бы за нее голосовал. Знаю. Но раз она такая, а раз она пишет гадости такие. Смотри, я тебе рассказываю историю. Но надо же объяснить, почему. Наташа, слушай, муж мне рассказал баечку. Вот представь картину. Заходишь ты в больницу и видишь врача, который ногами избивает бабку. И орет, ты старая сука, мразь, почему ты не сдохла? У него истерика. У него просто истерика. Казалось бы, ужас, кошмар. Вот как так можно? Врач избивает бабку ногами, лежащую, валяющуюся. Слушаем предысторию. Внука этой бабки спасали половиной города. Сдавали кровь, делали кучу операций, там все такое. Вот. Бабке было сказано, не вздумая его там чем-то накормить, потому что он умрет. Но не проследили. Бабка купила булочку, накормила внука, который кушать просил. И внук умер. Когда хирург об этом узнал, он сошел с ума. Он завалил эту бабку и начал бить ее ногами. Потом признали их сессом исполнителя. Там бабка каялась, там просила, там не сажайте его. Да, его там ничего с ним особого не сделали. Дали условно, он потом спился, сошел с ума. Считал себя виноватым, потому что он не проследил, чтобы эта чокнутая бабка не покормила внука. Так вот. Скажи, как на тебя будет орать, допустим, там механик на СТО, который долго долбался с твоей машиной, а ты взяла, залила вместо бензина дизель или наоборот? Как на тебя будет орать врач, который тебя долго лечил, а ты взяла, сделала что-то, что вернуло твое здоровье на еще худший уровень? И что я должна говорить людям, которые не понимают в обществоведении, которые делают себе хуже и рубят суп, на котором сидят? Но претензии к бабке, с моей точки зрения, возможно, ошибаюсь, это скорее претензии к тем, кто формировал в этой стране законы и смыслы, к элите. Потому что они не занимались просвещением в своей стране. Они не занимались просвещением, они наоборот оболванивали народ, вместо того, чтобы избавлять народ от патернализма. Даже вот на уровне домов, то, что я говорю, что люди, что вы делаете, это ваши дома, волшебник не прилетит, ремонтировать его не будет, что делают все остальные политиканы? Они убеждают народ, что вот мы прийдемо до влады, мы вам поремонтуем дохи и все такое иншее. Мы вас засыплемо гречка, вот только приведите нас до влады. А я наоборот объясняю людям, что никто, кроме вас самих, не будет решать ваши проблемы. И каждый, кто утверждает обратное, является лгуном, популистом, мерзавцем и тварью, за которую нельзя голосовать ни в коем случае. Разве нет? Ты в своем фейсбуке пишешь о том, что, ну вот об этом милицейском начальнике, непроизносимая фамилия Фучинджи. Фучинджи, да. О том, что, там, ты знаешь, что его отпустил, ты знаешь, почему его отпустили. А расскажи-ка нам поподробнее. Ну не все же читают свой фейсбук. Ну все очень просто. То есть я еще в первый день написала, что все это затеял господин Дубовой, новая смотрящая от Юлии Владимировны по Одессе и региону. Зачем? Об этом говорил еще Немировский, когда его только назначили губернатором, что я не могу рулить губернией, потому что Дубовой просто тупо мешает, как смотрящий. Ну как, Юля хочет сорвать выборы. Она готова утопить страну в крови, закидать трупами, лишь бы сорвать выборы. Ну судя по всему, бьютики очень сильно засветились в Одессе, доказательств достаточно, и ей уже сказали, что Юля, все-таки как-то вернись на землю. И она уже изменила риторику. То она волала, что я не признаю результатов выборов, да если выберут кого-то кроме меня, так будет опять революция. Сейчас она уже говорит, что выборы признает. Наверное, доказательств достаточно. Что касается Фучиджи, то там было... Кто дал команду его освободить? Фучиджи, конечно. Там было два вида милиционеров. Тех, которые купил Дубовой за очень большие деньги, которые действительно участвовали в этой провокации. И вот такие вот, использованные в темную, как Фучиджи, который обычный уличный мент, типа киевского Савченко, который бегает и разговаривает с митингующими, кто бы они ни были. У него работа такая. И очень знающие люди утверждают, что он действительно не при делах. А он им сказал, что, ребята, если со мной что-то случится, то появится видео в интернете, которое изобличает вас всех по самые помидоры. Понятное дело, что его отпустили, я надеюсь, он благополучно куда-то удрал. И пересидит все это смутное время, а подальше от кровавой секты бьют. Ты же понимаешь, что когда ты говоришь, что это Пашинский дал команду, у тебя должны быть какие-то доказательства. Да он, пожалуй, пусть расскажет, куда он винтовочку делал, которую он с Майдана вывозил. А то вот как-то вот столько месяцев уже прошло при власти наша новая честная злочинная панда, а никаких результатов расследования массового убийства на Грушевского до сих пор нет. Наверное, потому что в результате расследования придется выйти на самих себя. Где результаты расследования? Этот сотник Поросюк, там, день на 40-й, по-моему, после побоища, рассказывал в каком-то телеканале, что его до сих пор не допросили. Я сомневаюсь, что его до сих пор, собственно, допросили. Но так, к сожалению, слишком много дел, ответы на которые до сих пор нет. Вот именно. Вот именно. И кровавая секта бьют, не собирается отчитываться, хотя у них вся полнота власти в руках. Так что они сделали пока? Это ограбили всю страну со своим Кубевом. Сперва уронив гривну, а потом немножечко вернув ее на место. Извините, кто это сделал? Товарищ Кубев. И все, так сказать, приближенные. Они отчитались, каким образом они гривну завалили, и сколько они заработали на курсовой разнице. И много-много других проделок. То есть рубрика «Мы с Дубулы» одна из самых популярных в Фейсбуке, потому что на Манеже все те же. Все те же схемы, все тот же беспредел, все тот же дерибан. Ничего не изменилось. Кого бы ты поддержала из нынешних кандидатов в мэры? Никого. Но главное не кровавая секта бьют. То есть за кого угодно. Хотите, голосуйте за Кличко, если считаете, что вот эта пара, там никто не пройдет. За кого угодно, только не за Бондаренко. Что он вытворил, став главой КМДА? Полностью переключил на себя все финансовые потоки коммунальных предприятий. То есть то, что раньше грабили регионалы, теперь грабят, секта бьют. Он что, сделал что-то полезное для города? Он открыл доступную ему информацию об имущественных правах киевлян? Он открыл бухгалтерию коммунальных предприемств? Ага, сейчас. Так что ж ты, милый, сделаешь, когда ты станешь мэром? Что тебе мешает сделать это сейчас? Тань, ты на прошлых выборах ходила с охраной. Да. А сейчас? Сейчас хожу. Кровавая секта бьют, не дремлет, а я не собираюсь дешево продавать свою жизнь. А были какие-то конкретные факты для того, чтобы бояться? А что именно? Ну, я, по-моему, единственная, кто открыто, прямо и последовательно обвиняет их в том, что они шайка убийцы-мародеров. Их и сволоту. Ты пойдешь голосовать на президентских выборах? Ну, а как же? За кого бы голосовать? За тушку, конечно. А, ну да. Но там большая очень проблема, потому что у абсолютного большинства членов ЦВК полномочия заканчиваются между первым и вторым туром. Это еще один фактор, благодаря которому Юра планирует срывать выборы. Посмотрим, как удастся выкрутиться из этой ситуации. Поэтому не исключено, что я-то, конечно, проголосую за ЦУШКО, но большинство народа все-таки попытаются избрать Петю в первом туре, чтобы избегнуть этой ситуации. Кто, кроме ЦУШКО, из политиков, ну, old school, то, что называется, тебе кажется человеком адекватным, с которым можно идти в будущее? Никто. Я знакома с ними всеми. Никто, кроме ЦУШКО, никакого доверия, собственно, не заслуживает. И ничего полезного для страны никогда не делал. Вот меня все говорят, как ты его можешь поддерживать? Я говорю, ребята, попробуйте вы посидеть много лет на мощнейших финансовых потоках, которые могли бы сделать вас миллиардерами и ничего не украсть. Ты знакома с большинством абсолютных активистов городских, молодых ребят, ну, или относительно молодых. У тебя есть какое-то свое мнение о них? К сожалению, большинство из них категорически не хочет учить матчасть. Потому что это долго, трудно. Вот они все, вот мы придем ко власти, мы что-то сделаем. А у вас, простите, навыки есть? Вы хотя бы элементарные вещи знаете о кишках городского вообще хозяйства? Вы знаете, как это все управляется? Вы дали себе труд хоть что-то изучить? Очень мало тех, кто действительно хочет разбираться. Большинство хочет, вот мы придем, мы все сделаем. Ну, это вот типичная там майдановская, антимайдановская риторика. Весь мир насилием и разрушим. До основания. А что вы затем-то будете делать? У вас есть навыки, вы умеете, вы знаете. Вы когда-то пробовали, вы чего-нибудь в своей жизни сделали, не обладая властно-распорядительными полномочиями. Покажите, что. Вот те, кто действительно что-то может делать, даже не имея власти, они обычно охотно учат матчасть. Они имеют какие-то планы, проекты. А те, кто только а-ля улю, поорать, они учиться не хотят. И что они сделают, если они в жизни свои собачьи конуры не построили? А тебе же мало что известно. Я знаю, что в Фейсбуке ты показываешь периодически сыновей, которых ты называешь ласково-монстрами, и котиков. Кстати, любовь к котикам меня вообще убила. Представить себе, что ты такой человек, как ты, может любить котиков, может быть сентиментальным. А я вообще люблю животных. И котиков, и собак. У нас же не только котик, у нас и овчарка, которые дружат между собой прекрасно, и небо на землю не падает. А кто занимается хозяйством, Таня? Фу, готовлю я. 15 порций в день, как минимум. Потому что мужики мои готовят или совсем плохо, или вообще не умеют. А все остальное делает муж и строит сыновей. Не, ну Яра более-менее еще из всех вот четверых, а все остальные вот никак. А вообще муж их строит, гоняет. Если вообще не поддержка мужа, я бы, конечно, не смогла заниматься никакой политической деятельностью. Он говорит, давай, дорогая, иди вперед, так и быть, посижу дома, позанимаюсь хозяйством и детьми. О вашей паре, я уже когда-то говорила об этом, ходит очень много всяких сплетен. Он намного старше, он там тонь, все. Ну, на самом деле, как бы у вас достаточно благополучная семья, она скроена по принципу все-таки, вот извини за бестактный вопрос, мужчина и женщина, или она скроена по принципу, там, Елена Боннер, Андрей Дмитриевич Сахаров? Ну, я вас умоляю, мы можем расходиться в миллионе разных вопросов, но это вовсе не означает, что мы будем на эту тему ругаться. У нас четверо детей, мы всегда вот смеяли, кто там, а, у вас там фиктивный брак, я говорю, конечно, четверо детей для отмазки. Эффективные монстры. Ну, а как же? Поэтому я всю эту чушь не слушаю, а те, которые предрекали, что мы быстро разведемся 20 лет назад, сами уже пять раз поразводились, а мы ничего живем. Поэтому я вообще всегда народу рекомендую интересоваться собственной, половой жизнью, оно вот как-то вот интереснее. Я вот что-то вот чужой не интересуюсь, меня своя устраивает. А ты дома вот такая же, или ты дома другого? Знаешь, есть же женщина, которая, переступая порог дома, становится там очень, ну, просто такими пластилинами, мягкими, добрыми? Или ты вот везде одинаково? Ну, наедине с каждым из детей я вот могу даже вот утешить, там сопельки, слезки вытереть, там. Ну, когда вот наедине приходят и плачутся. У меня мальчики приучены к тому, что плакать на людях мальчикам не гоже. Но вот поплакаться маме наедине, это вполне допустимо. Поэтому вот, когда приходят плачутся наедине, я, конечно, нежная, добрая и ласковая. А сама ты часто плачешь? Даже я не припомню. Правда? Да как-то нет особых причин. Ну, хорошо, но есть же как бы моменты, у каждого человека есть моменты, ну, какого-то тотального одиночества, ощущение, что ты один в жизни, что у тебя ничего не получается. Как говорит моя сестра... Что ты ничтожество, что ты там еще что-то говорит. Как говорит моя сестра, одиночество – это не когда тебя не понимают, а когда тебя некому забрать из морга. Ну, слава богу, тебе это не грозит? Нет. Вот, да. Ну, то есть отчаяния не бывает, как бы, да? Ну, я вообще очень морально устойчивый человек, с очень крепкой психикой. Вот мой муж всегда говорит, что как ты, будучи самым хладнокровным человеком на свете, умудряешься иметь в соцсетях репутацию истерички? Я говорю, уметь надо, дорогой. У тебя есть подруги? Да, очень много. Правда? Да. Я никогда ни с кем не конкурирую. У меня вот нет такого вот чувства, как зависть вообще. То есть у меня масса недостатков, но вот завистливость мне не свойственна абсолютно. Я вот как-то прекрасно понимаю, что у каждого человека свои достоинства. Роза красива, как роза, кактус красив, как кактус. Лебедь красив, как лебень, а обезьяна красива, как обезьяна. Каждому свое. У каждого человека есть какая-то изюминка. И каждый человек имеет и темную, и светлую сторону. Поэтому кому-то завидовать? Ну, правильно говорится, что завидуя кому-то, ты просто не представляешь, чем живет этот человек и какие у него проблемы. Если бы люди могли знать чужие беды, они все не применишь, а выбрали бы свои собственные. А ты вообще человек влюбчивый? Это у меня такое ощущение, потому как часто ты вспоминаешь Диму ушедшего недавно, ну не так давно. Ну как, влюбчивый в каком плане? У меня такое ощущение, что вот есть все-таки в твоей жизни люди, которые как бы, когда они уходят, они кусок тебя как бы уносят. Да, я крепко дружу с людьми. И когда что-то вот случается, да, мне, конечно, больно. У меня есть близкие друзья, которым я рассказываю такие вещи, которые я даже мужу не рассказываю. И они мне рассказывают такие вещи, которые я даже не рассказываю своим мужьям, женам. То есть, ну я вообще сторонник дуальных отношений, то есть то, что касается меня и другого человека, это касается только нас. Какие там у этого человека отношения с другими людьми, это их личные трудности. То есть я дружу там с людьми, которые дружат с моими там пламенными врагами. И наоборот, то есть я не вижу в этом ничего необычного. То есть мне наплевать, у меня такого нет вот, что «Ах, ты дружишь с моих врагом, ты мне больше не дружок». Боже, какая чушь. Ты примет времени, вот я смотрю в социальных сетях, там ставишь какие-то музыкальные клипы. И вот я знаю, что одна из твоих любимых песен, которые ты, вот я почему поняла, что любимая, потому что ты несколько раз ее постила, это Щербакова песня «Трубач», которая, кстати, мне тоже очень нравится. Вообще совершенно потрясающая. А у тебя есть любимые поэты? Высоцкий, я не оригинальна. А наизусть что-нибудь можешь прочитать? Высоцкого «Всего». Ну вот прочитай то, что тебе сейчас приходит в голову, то, что тебе нравится. Не готова? «Средо плывших свечей и вечерних молитв. Средь военных трофеев и мирных костров жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф». Да, это замечательная песня, по-моему, из Рубина Гуда. «Баллада о борьбе». «Баллада о борьбе». Ну, что еще могла процитировать нам Таня Монтян. Ну, что угодно на самом деле. Я хочу сказать, что... «Кто не верил в дурные пророчества, в снег не лег ни на миг отдохнуть, тем наградою за одиночество должен встретиться кто-нибудь». Я хочу сказать, что есть люди, которые, несмотря на то, какое они жесткое производят впечатление, на самом деле, это очень книжные люди. И это и есть настоящие романтики, идеалисты. Мне кажется, Татьяна Монтян одна из таких людей. Вот тот самый человек, который очень книжный человек, но который, к сожалению, в той жизни, когда она знает битвы, еще и как знает. Но я тебе желаю победить. Спасибо большое.